Их идеи и энергии важны для улучшения качества жизни в регионе. В Туле в пятый раз прошел Тульский областной форум «Молодежь. Будущее России». Он собрал более 500 участников, студентов и школьников, представителей молодежных клубов, спортивных сообществ, поисковых организаций. Алексей Дюмин пообщался с активистами и отметил, что многие предложения молодежи хорошо вписываются в стратегию развития региона. Надежда Милехина продолжит тему. Ушли в виртуальное пространство, мы идем за вами. Так решили авторы проекта «Медиаблогер 2.0». И создали интернет-площадку для молодежи, где писать статьи на самые животрепещущие темы и обсуждать их может каждый. Автор проекта Наталья Ли рассказывает Алексею Дюмину. Так ребятам помогают общаться со сверстниками. Проект оказался популярным, объединил более тысячи участников со всей России. Идею поддержали федеральным грантом. Мы не ставим для себя каких-то профессиональных задач, как сделать денег будущих журналистов или каких-то профессиональных авторов. Нет. Наоборот, молодые ребята, это и школьники, и студенты начальных курсов, они очень часто, это ребята, которые не могут общаться со сверстниками по разным причинам. А здесь они себя находят, они себя открывают. На самом деле очень радостно их видеть, читать. Безумно интересно то, о чем они пишут. А Павел Моторный с товарищами решил развивать в регионе уличные виды спорта. Так появился молодежный проект «Мастера стиля». Он реализуется в Тульской области уже четвертый год. Объединяет всех девчонок и мальчишек, начиная со школьного возраста, любителей современных спортивных увлечений – паркура, роликов, скейтборда. Популяризацию здорового образа жизни оценили в регионе. На развитие проекта выделили грант. Основная и главная задача – это популяризация здорового образа жизни просто современным таким языком. Этим летом открыли скейтпарк в этом году. Единственное, в Туле, как бы, ребят, потому что много катается, это очень востребовано. И хочется еще подметить очень важный вопрос. Одно из наших направлений – скейтборд, оно в 2020-м, в 2022-м году на Олимпиаде в Японии, он будет олимпийским видом спорта. Поэтому не за горами и другие, может быть, возможно, те направления, которые мы представляем, будут станут олимпийскими. Алексей Дюмин начинание молодежи поддерживает, отмечает. Многие идеи перекликаются с программой социально-экономического развития области. И обещает поддержку. У вас есть стремление, у вас есть желание, у вас есть мощный такой потенциал, который направлен на благие и правильные дела для развития нашей области в первую очередь. Я вам всем хочу сказать спасибо, вы на правильном пути. Дальше мыслите, творите, генерируйте, будьте креативны по всем этим направлениям. Но мы, со своей стороны, будем делать все, чтобы оказать вам поддержку. В регионе уже в пятый раз проходит областной форум «Молодежь. Будущее России». В зале более 500 участников, студентов и школьников, представителей молодежных клубов, спортивных сообществ, поисковых организаций. Все те, кто занимаются развитием в Тульской области спорта, культуры, волонтерского движения. Это хорошая площадка, чтобы поделиться своими идеями, обсудить проблемы. В этом году в регионе было реализовано около двух десятков молодежных проектов разной направленности. Но могло быть и больше, отмечают на форуме. Грантов в Тульской области пока получили меньше, чем в соседних регионах. Нужно активнее использовать финансовую поддержку, советует губернатор, в том числе и федеральную, и воплощать все задуманное в жизнь. Надежда Милюхина, Роман Тюкин, Первый Тульский. Роман Тюкин, Первый Тульский.